Насыщенными и интересными выдались прошедшие 7 дней. А чтобы оставаться в курсе всех событий, скорее открывайте новый номер Одинцовской недели. Этим мы сейчас и займемся. Во-первых, в Одинцовском роддоме открылся Центр грудного вскармливания. Здесь команда профессионалов поможет преодолеть трудности первых недель материнства, сделать всего несколько шагов и оказаться в домашней обстановке, где поддержат, научат и дадут правильный совет. Это все про новый центр. Большого плавания маленькому кораблю пожелал наш корреспондент. Лично убедился, Буян взялся за работу. Экологическую платформу поставили на якорь в Звенигороде. Датчики каждые 10 секунд анализируют качество воды. Первые результаты уже получены, а какие можете узнать в статье. Золотая награда – это не только медали, но и земля. Знаменитому паралимпийцу выделили в Ершову участок под строительство дома. Сергей Сокольский-Звенигородец в июне на гран-при он стал лучшим в толкании ядра, но вообще он многократный чемпион России и мировой рекордсмен. В статье рассказываем об исполнении его мечты. Настоящая амфибия взялась за комсомольский пруд. Теперь он приобретает новый вид. Работы по очистке привлекли местных жителей, они интересовались процессом и даже давали советы. Но нашему корреспонденту напомнили историю этого пруда. Эти и другие новости можно увидеть в свежем номере Одинцовской недели. Бумажный вариант газеты можно найти на наших фирменных стойках, а электронные прочитать на сайте. С вами была Олеся Лукина, до встречи на ОТВ.